Дорогие мои зрители, разрешите поднять этот бокал вкуснейшей водички за вас, за 23 тысячи. Ребята, 23! 23 тысячи! И если вы еще не знаете, почему я праздную именно 23, а не 20, вы были невнимательными. Это число невероятно важно для меня и приносит мне всегда колоссальную удачу и сопутствует моему успеху. Моему успеху? Поэтому я решила отпраздновать именно 23, а не 20 тысяч. У меня уже сложилась такая традиция, что я рисую себя в такой иллюстративной манере и на фоне или в сюжете той знаменательной даты, которая происходит. Поэтому сейчас я покажу вам, как рисовала эту иллюстрацию, а в конце разыграю ее среди вас. Поэтому, поехали! По традиции я рисую на крафтовой бумаге красным карандашом. После того, как я наметила эскиз, маркером телесного цвета я пытаюсь закрасить лицо. Пытаюсь, потому что маркер засох и я уже вдавливала из него все, что могла. Дальше я решила рисовать акрилом и смешала охрю и белый акрил для того, чтобы закрасить волосы. А кофту я решила нарисовать белую и пушистую. Поэтому мелкими такими штрихами, белым акрилом я нарисовала кофту. И стала похожей то ли на кота, то ли на ежа, то ли на йети вообще какое-то. И на этом мои все цветовые пятна, за исключением цифры 23, закончились. Поэтому я смело приступила к проработке карандашом. Я люблю свой любимый коричневый карандаш фирмы Кахинор и прорисовываю детали моей иллюстрации. Для начала я обвожу иллюстрацию по контуру. Сразу решила прорисовать детали. Сначала нарисовала глаза, брови, улыбочку, а уже потом пошла по общей форме. Хотя вот если по хорошему, то лучше делать наоборот. И вот так постепенно, шаг за шагом, я прорисовывала детали и иллюстрация начала проявляться. Белым акрилом, хорошо разбавленным с водой, я решила еще раз пройтись по волосам, чтобы оттенить и, точнее, показать больше света. И еще по зубкам. Но решила делать это не явко выраженным белым цветом, чтобы зубы прям не вырывались на передний план. А немного больше добавила воды. А потом я взяла ярко-красный оттенок, прямо под цвет моего маникюра, и нарисовала большую красивую цифру 23 на заднем плане. А потом еще немного прошла с коричневым карандашом, чтобы добавить финальные аккорды. Захотелось мне добавить еще каких-то точечек. Мне кажется, они добавляют праздничного настроения и какого-то волшебства. Потом я на своем прекрасном коврике вырезала иллюстрацию из скетчбука, и теперь это самостоятельная, полноценная иллюстрация. И вуаля, воплощение моего праздничного настроения готово. Прежде чем предаться празднованию, я хочу сказать вам спасибо. Спасибо за то, что вы даете мне возможность быть ютубером. Именно из-за того, что вы цените мое творчество, я продолжаю этим заниматься, и мне приносит это реальное удовольствие. И для вас я стараюсь быть лучше, я стараюсь узнавать что-то новое, пробовать что-то новое. Короче говоря, именно вы стимулируете меня к развитию. Мне действительно очень нравится снимать видео на ютуб, и я надеюсь, это только начало моего длинного пути. И я надеюсь, этот путь вы пройдете со мной. Боже мой, чувствую себя президентом, который толкает речь перед своим народом. А для того, чтобы получить эту прекрасную иллюстрацию в подарок, все, что вам нужно сделать, это написать комментарий под этим видео. Что-то в духе «Аня, умираю, хочу иллюстрацию». И я рандомно выберу победителя, какого числа, давайте это будет 23 декабря. Кстати говоря, у Саши будет день рождения, поэтому мы будем праздновать и заодно выберем. Так что, я надеюсь, вам повезет, а я пойду попраздную, и вы попразднуйте. Скушайте какую-нибудь вкусняшку, там, печенюшку, конфетку, и скажите, там, «Эхей, Аня, я поздравляю тебя!» Правда, моей благодарности нет границ. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что посмотрели. Мы увидимся очень скоро. Пока! Там что-то плавает.